Тем не менее, наши здоровые встречи, как всегда, в прямом эфире. 13 часов по Москве, сегодня вторник, устраивайтесь поудобнее. С вами на связи мы, команда «Здоровые встречи». Меня зовут Наталья Жеребецкая, и сегодня мы, как всегда, поговорим о самом важном. Всем привет-привет! Как меня слышно, как видно прием? Ну, конечно, без учета, что за кадром сейчас очень шумно. Я нахожусь в кафе, в торговом центре. И, конечно, когда много людей, понятно, что здесь другая энергетика. Но, тем не менее, мы всегда с вами. Друзья, сегодня поговорим об очень важных вещах. И поделимся с вами, как всегда, самыми классными, самыми свежими новостями. То, что может помочь каждому из нас в нашей жизни. Но для начала, по традиции, история. Готовы? Готовы к истории? Это было достаточно давно. Это история одного известного наркобарона. Это Эскобар, Пабло Эскобар. Когда он прятался от своих преследователей глубоко и далеко в горах. Да, у него с ним с собой были деньги, было несколько чемоданов. Но с ним была его маленькая дочь Камануэла. Представляете, а в горах было холодно. Хотя это было лето, но тем не менее, высоко в горах, там, где он прятался, было холодно. И когда он понял, что его маленькая дочь может замерзнуть, он решил разжечь костер и стал туда выкидывать те самые пачки с долларами для того, чтобы согреть свою дочь. Вот как цена жизни? Он сжег примерно 2 миллиона долларов для того, чтобы согреть свою дочку. Цена вопроса. Иногда это бывает просто всего лишь, кажется, бумажки, которые помогли спасти жизнь его дочке. А тут иногда бывает, что совершенно все гораздо проще. Можно спустить и вы совершенно другими простыми вещами. И мы, как всегда, говорим с вами сегодня о здоровье. Итак, Анна, ты на связи? Я на связи всех приветствую. И о ценности денег в том числе. Аташ, ты со своими историями всегда, конечно, просто гениальные истории. Действительно, цена и ценность – это очень сильно разные вещи. И на очень многих жизненных примерах мы это видим. Но при всем при этом, надо сказать, надо заметить, что наш сегодняшний век с вами – это век такой какой-то особенной красоты. Наверное, никогда в мире красота не была возведена в такой культ, как в сегодняшней нашей жизни. И если мы в детстве с вами читали сказку про молодильные яблоки и смотрели на это, или там конек-горбунок, да, который там царь купался в каких-то невероятных сосудах, там рисковал жизнью, чтобы стать молодым любой ценой, да. И это всегда шел разговор о каких-то царях. То на сегодняшний день человечество о красоте говорит повсеместно. То есть все, буквально все, каким-то образом стараются сохранить свою красоту, каким-то образом ищут разные молодильные рецепты, молодильные яблоки для того, чтобы вот эту самую красоту сохранять на долгие-долгие годы. Ну, давайте разбираться. Значит, естественно, первое, что где красоту видно – это на нашем лице. И, собственно говоря, именно на лице вся красота отражается. Поэтому прежде всего, и все девочки об этом знают, да, что нужно заботиться о красоте лица. И с чего все начиналось? Ну, вот я помню, еще маленькая была, это были крема. Потом мы много говорили о том, что можно какие-то упражнения делать специальные для лица. Потом еще шла речь о том, что надо ходить к косметологам. Там косметолог знают, и у нас начались инъекционные всякие там косметология, да, там красота через инъекции. Потом стало понятно, что красота через инъекции, конечно, дело хорошее, но недолгое. Потом становится что-то там вообще не очень вообразимое с лицом, и нужно еще что-то делать и что-то искать. Либо что-то добавлять к инъекциям, потому что срок жизни инъекции тоже небольшой. Ну, в общем, все это дело смотрелось, искалось, а еще про лицо, еще одно такое дело. Хорошо, вот так вот ты у косметолога, и так ты красивый. А там что? В общем, задач много, и все, человечество ищет и ищет. И вот одно из таких молодильных яблок, которое было найдено, больше того исследовано. Про исследование чуть-чуть попозже расскажу. И это молодильное яблоко называется на сегодняшний день так, коллаген. Но у коллагена тоже был свой путь и продолжает этот путь двигаться. То есть какой коллаген нужен? Вообще зачем он нужен? Какой он нужен? У коллагена тоже есть много разных форм, много разных там всяких было трансформаций, да. И на рынке много разных коллагенов. Есть коллаген в таблетках, есть коллаген, например, порошковый, когда порошочек, порошочек, да, надо разводить. Есть коллагены там в постилках какие-то. Ну, в общем, тоже, да, очень-очень много всякого коллагена. Наташа, ты сталкивалась с какими-нибудь коллагеновыми формами? Как у тебя по этому поводу? Ты знаешь, про какой коллаген только мне не рассказывали. Присылают, и я смотрю всегда внимательно составы, рассматриваю. Обычно еще он очень так вот противненько пахнет, потому что есть способ производства разной коллагена. И бывает так, что в стиках надо развести еще водой, от комочков выпавиться, а потом еще вот так вот зажав нос, после этого выпить. Ну, после этого, конечно, пить не очень сильно хочется. Видела девчонок, которые говорили о том, что все классно, все хорошо, пить не могу, просто до тошноты до рвоты. Ну, и важный момент, да, который, как все-таки был создан коллаген, про что мы с вами сегодня говорим, да, и можно ли вкусно его пить. Анна? Так, ну, давайте немножко поразбираемся, значит, какой, зачем коллаген нужен, и вообще, какой формы будет самой лучшей для нас. Ну, во-первых, коллаген больше всего, вообще, где находится коллаген в организме, вообще, что это такое? Коллаген – это белок, причем это белок, который синтезируется только в теле животных, человека, животных. В растениях коллагена, к сожалению, нет. Там есть немножко другие формы, но коллагена там, к сожалению, нет. Это первый момент. Второй момент. Коллаген содержится у нас в организме фактически везде. Это и волосы, это и роговица глаза, это и кожа, да, то, что нас больше всего девочек интересует. Это и суставы, это и кости, даже зубная эмаль, не поверите, содержит вообще коллаген. И вот эти вот красивые зубы хорошие, с такой красивой белой эмалью, да, вот у некоторых людей прям обзавидуешься, какие зубки бывают, вот, это тоже наличие коллагена в организме. И организм наш, он так устроен, что он не силой мысли коллаген куда-то отправляет. Знаете, мы что-то едим и говорим, ой, пусть вот эта вот ложечка того, чего я съела, пойдет в кожу, а вот эта ложечка того, чего я съела, пойдет в зубы. Так не будет. Организм сам будет перераспределять. Поэтому, когда в организме достаточно, то хватит всему, и костям, и волосам, и суставам, и зубам, и вообще всему, и красивой коже. Дальше. Коллаген содержится в соединительной ткани. Так вот, соединительной ткани в нашем организме 80%. И, как говорил Илья Мечников, человек стар настолько, насколько у него в состоянии соединительная ткань. Поэтому коллаген надо принимать. Если брать уже физиологическую историю вопроса, то после 25 лет у организма начинается биологическое старение, и выработка коллагена падает. И уже после 50, ну, я бы так сказала, 35, 45, 50 и так далее, там коллагена все меньше, меньше и меньше, и, соответственно, наши ткани все меньше и меньше получают этого коллагена, и происходит естественное старение. И всегда человечество знало, что надо где-то его брать вовне. Если взять историю вопроса, там русский холодец, там армянский хаш, значит, еще так, японский там какой-то там специальный тоже вываривают там эти свиные кости определенным образом. Вот там, где у человечества, вот в этих вот традициях есть, существуют вот такие вот подобные какие-то рецепты, там люди живут, ну, с лучшей кожей, с лучшими суставами, то есть это уже было замечено. Вот, но опять же, человечество не стоит на месте, и вместо хаша, сейчас уже было придумано этот коллаген добывать промышленным способом, используя уже научные разработки, научные технологии. И если раньше еще, знаете, были такие споры, ну, то ли надо, то ли он действительно влияет, то ли не влияет, ну, вот внешний коллаген на внутреннюю среду, то в 2019 году Калифорнийский университет провел целых 11 исследований, причем очень глубокие, там с разными репрезентативными группами, слепые, не слепые методики. И было доказано, было доказано, что прием коллагена очень сильно влияет как раз на состояние кожи, суставов, волос и роговицы глаза и вообще всего в организме. Прямо это уже доказательная база была такая, была такая сделана. То есть это уже научные исследования, они есть на подмете, это бальный сайт, в котором печатаются подобные исследования, которые уже научные. Так вот, выяснили, да, что коллаген, он нужен и коллаген, он очень хорошо работает. И дальше встает вопрос, а конкретно какой коллаген пить? Ну, тут мы тоже с вами давайте обратимся к исследованиям. Ну, во-первых, коллаген это будет, это аминокислотный профиль, то есть это какие-то аминокислоты, связанные с собой. Поэтому нужно, чтобы эти аминокислоты дошли до нас и хорошо встроились в организме. И тогда у нас получается с вами, что есть такое название, знаете, гидролизат, пептиды коллагена, да, то есть, например, если брать, ну, какую-то аналогию, да, представьте, что вот коллаген это такой канат. Канат, состоящий из канатов, а сами внутри канатов еще такие ниточки. Так вот эти самые ниточки, это и есть пептиды, ну, то есть уже самые-самые маленькие части. И коллаген очень хорош, когда у него есть богатый аминокислотный профиль, то есть не одна или там две аминокислоты, а когда аминокислот много. И вот я сейчас вижу у нас в эфире Надежду Куимову, нутрициолога, она нам точно может сейчас рассказать о том, какие аминокислоты, что такое аминокислотный профиль и почему очень важно, чтобы в коллагене он был богатым. Надежда, подключайся. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие. Друзья, буду благодарны, если кто-то махнет, как меня слышно, я сегодня вещаю из аэропорта, нашла вроде самое тихое место, но тут теперь включили музыку. Итак, друзья, коллаген. Вот я сейчас Анну Сергеевну слушаю, очередной раз понимаю, что вот я прямо вот сейчас готова побежать и прямо коллаген купить и начать прямо пить. Я вот уверена, что все, кто слушают про красоту, про суставы, про качество кожи, очень хочется коллаген попить. Но я уверена, что и у вас в окружении есть такие люди, и у меня очень много таких клиентов, которые говорят, ага, так, ну коллаген, это что? Это костный бульон, ну давайте мы будем пить костный бульон тогда. Дешево, сердито, стоит 3 копейки, получается много, и в принципе, ну это же коллаген, холодец, это же коллаген. Давайте разберемся, в чем вообще разница. А дальше еще следующий этап, следующая категория людей, которые приходят на наш эфир, слушают про то, что коллаген очень надо, и уходят и покупают коллаген, который, ну, к примеру, 1000 рублей стоит. Вот, моя сегодня задача рассказать, в чем отличие и почему лучше действовать по-другому и как сэкономить. Итак, вот представьте, если вы варите костный бульон, это очень полезная вещь для организма, особенно для желудка, прям суперполезная, это я вам как диетолог говорю, но это как кусок фундамента для нашего тела. И этот кусок фундамента внутри нас должен расщепиться на вот те самые маленькие пептиды, на те маленькие частички, чтобы усвоиться и пойти в ту самую красоту кожи. Вероятность того, что наше тело найдет ресурс это сделать, крайне мала. Вот, например, моя история, мой результат. Я костный бульон очень любила, очень многие вопросы на нем решила со здоровьем. Но на красоту кожи это никак не повлияло. У меня, моя собственная история, есть хронические вопросы усвоения белка, и вот эти хронические вопросы усвоения, я белок получаю, он есть, но при этом он пойдет туда, где важнее всего. То же самое с костным бульоном. Увидеть костный бульон на лице можно только в том случае, если тело, организм человека будет работать на 150%. Вот, учитывая токсины, образ жизни и все это такое, вряд ли это возможно. Дальше следующее. Коллаген, который недорогой. Ну вот есть же недорогой коллаген. Они все говорят, я сейчас пойду в аптеку вам куплю, пожалуйста, не знаю, зачем тут вот эту вот вашу дорогую штуку брать. Друзья, дело в том, что есть следующая градация, это аминокислотный профиль, о нем сейчас тоже Анна сказала. Что такое аминокислоты? Аминокислоты – это частички, из которых состоит белок. И вот эти частички, они должны быть разные. Если они одинаковые, ну вот, допустим, берете вы коллаген какого-нибудь другого бренда. Уточните у производителей аминокислотный состав. Чаще всего вам пришлют состав, в котором будет указана одна или максимум три аминокислоты. У нас в составе коллагена 21 аминокислота. И в этом прелесть, потому что есть аминокислоты заменимые, есть аминокислоты незаменимые. Но чтобы усвоение происходило быстро, нам нужно получать их все одновременно. И если это одновременно происходит, то результат получится быстрый. И вот когда у меня спрашивают, дорого, дешево, пить, не пить, костный бульон, еще что-то другое, что выбрать, что лучше, что будет хорошо для меня, я отвечаю на этот вопрос так своим клиентам. Я говорю, смотри, если ты хочешь пить для того, чтобы галочка была, ну то есть, что я пью коллаген, моему организму это полезно. Хорошо, так можно. Но если ты хочешь быстрый, вау-результат буквально за месяц применения, то тебе стоит обратить внимание на высококачественный продукт. Потому что, действительно, наш коллаген – это линейка мировая, брендированная, которая… их в мире всего несколько таких. И есть еще парочка, которые в три раза дороже стоят, чем наш, вот, но при этом по качеству такие. И всегда стоит задачка. Вот хочешь результат быстро, красивый на лице, выбирай качественный, хороший продукт с богатым аминокислотным профилем, чтобы все аминокислоты содержались. Обязательно, чтобы он был в жидкой форме. И обязательно знай размер пептида, который внутри этой баночки содержится. Кстати, вот если вы сейчас употребляете коллаген какой-то другой фирмы, пожалуйста, спросите у производителя, уточните, какой размер пептида. Итак, и послушайте, может ли ответить вам продавец. Потому что это очень важно, и чем меньше вот этот кирпичик, тем лучше будет усвоение. Итак, еще раз, костный бульон. Да, но мы тут должны сказать, да, что оптимальный размер пептидов как раз – это 2000-5000 дольтон. Если он больше, а у мясных коллагенов там свиной, куриный, то есть это всегда больше, у говяжьего коллагена больше 10 тысяч дольтон. Вот этот размер молекул, он фактически, как, Надя, правильно ты сказала, как кирпичная стена, как бетонная стена, он вообще никуда не проходит, его очень трудно переработать. Так вот, надо, чтобы размер был 2000-5000 дольтон вот в этом диапазоне. Да, Аня, спасибо, спасибо за цифры. Да, действительно, чем мельче у нас будет вот эти частички, тем лучше будет усвоение. Но при этом, при этом все время помните о том, что дозировка тоже важна. И общее количество дозировки – 10 тысяч миллиграмм. Это большая дозировка. Мы работаем точечно, большой дозировкой, и тогда этот эффект быстрый, он качественный, но в вашем организме должен быть ресурс и запас для того, чтобы даже самые маленькие частички усваивать. Поэтому сейчас я уже с коллагеном и работаем больше года, и уже на опыте клиентов сейчас поделюсь, что если есть дефицит железа в организме, то дополнительно источники железа, такие как спирулина или наша порл-айрон, будет хорошо помогать усваивать и лучше потреблять. И то же самое касается МСМ. Поэтому если хотите еще более вау-эффект, то дополнительные продукты, если знаете про анемию, то здесь можно добавить, и эффект будет еще более ярко выраженный. Вот. Ну, в общем-то, все сказала, спасибо большое. Спасибо тебе огромное. Очень хотелось, чтобы ты до отлета обязательно успела свое экспертное мнение сказать, и мы сейчас продолжаем дальше. А вот Надежда уже сказала, что у нас по коллагену, мы уже выяснили, да, что бывает несколько вариаций. Коллаген бывает, ну, во-первых, это только животное происхождение. Здесь, к сожалению, к моему глубокому сожалению, факт остается фактом. Тут жизнь не переделаешь. Вегетарианских коллагенов не существует в принципе. То есть это какие-то другие формы, но это не коллаген, который усваивается человеческим организмом. Это первый момент. Второй. Коллагены бывают, действительно, они бывают, происхождение у них бывает там мясное, бывает рыбное. Вот рыбный коллаген для человеческого тела, он более адаптивный, то есть он лучше встраивается, и здесь очень важно смотреть, чтобы это рыбный коллаген был из дикой рыбы. То есть это чтобы ни рыба была, ни фермерская, как вот Наталья любит всегда говорить, свинюшка в чешуе, чтобы ее тут не в сеточках, в садках выращивали, там непонятно чем кормили, а чтобы это был реально дикий вылов. И вот мы с вами уже несколько параметров поняли, что первый должен быть рыбный, второй параметр – это должна быть обязательно маленькая молекула, маленькие пептиды, 2000 и 5000 дельтон, и обязательно должна быть дозировка. И дозировка должна быть не менее 10 тысяч миллиграмм. И еще один важный фактор – это кофакторы, то есть это то, с помощью чего коллаген дальше усваивается. То есть организму надо много энергии, чтобы усвоить, ему нужен витамин С, ему нужен кислород, это обязательная такая составляющая, которая ему нужна. То есть коллагену нужно, чтобы усвоиться, нужно, чтобы еще в организме были дополнительные кофакторы. И как раз получается, что наш коллаген, компания TCI, это тайваньская компания, умеет делать такой коллаген, и компания Коралловый клуб, такой коллаген как раз и представляет в своей линейке продуктов. Вот так он красиво выглядит. Вот такие вот у него, вот такие вот у него очень красивые бутылочки внутри. И он получается так и создан. То есть это жидкая форма, это рыбный коллаген, причем рыба – это дикого вылова, выловленная на берегах полуострова Новая Шотландия. То есть это там очень чистая экология, очень большие приливы, отливы. Экология совершенно потрясающая. Здесь рыба получается треска пикша, это дикая природная рыба. Здесь у нас 2000-3000 дальтон, то есть даже меньше 5000. Граммовка – 10000 миллиграмм. И есть кофакторы, сюда входит в состав еще сок шпината, витамин С. То есть это, конечно же, очень замечательная дозировка. Там чуть дальше сейчас еще поразвернем, что с этим. А у Натальи есть еще. Наталья, подключайся. Я знаю, что у тебя есть еще. Очень хочется поделиться еще очень важным фактором дополнительным, который касается именно способа производства коллагена. Как производится коллаген? Есть несколько способов. Вы сейчас тоже будете четко понимать, как выбрать тот коллаген, который будет лучше всего действовать. Во-первых, есть способ кислотно-щелочной. Что это такое? Вот конвейер. По конвейеру идет сырье. С одной стороны, сначала обдают кислотой для того, чтобы быстро высушить. А потом дополнительно, чтобы кислота не воздействовала, ее нужно обезвредить, добавляют щелочь. Из курса химии мы знаем, что кислота плюс щелочь, получается, выделяется теплота выше 100 градусов. Соответственно, при такой температуре белок что делает? Он денатурируется. То есть белок уже снижает свою такую вот качественную способность встраиваться и изменять наши внутренние ресурсы до той степени, какой мог бы быть, если бы это было произведено другим способом. То есть денатурированный белок – это как раз тот запах, который, вот, знают девочки, когда, допустим, использовали коллаген других фирм, когда невозможно его пить. То есть это четкость. Мы понимаем, что это кислотно-щелочным способом произведено. И для того, чтобы получить результат, нужно будет очень и очень много времени. Ну и еще вот этот вот запах, он, знаете, зачем прячется? То есть в некоторых порошках его вообще никак не прячут, а в некоторых просто вкладывают в капсулу и не чувствуются, да, то есть и не понимаются, как дальше. Ну а второй способ производства коллагена – это ферментативный. Что такое ферментативный способ? При помощи ферментации, при температуре 37 градусов, соответственно, белок сохраняет все свои полезные свойства и действует, соответственно, происходит гораздо быстрее. Я хочу еще подарить вам такое сравнение. Вот, знаете, наша кожа, она очень похожа. Вот сейчас у нас девочки тоже будут, косметологи выступают. Я думаю, что они согласятся со мной. Это можно представить себе как матрас. Вот есть матрас, да, внутри заполненность матраса – это, можно сказать, гиалуроновая кислота, да, то есть мы с вами любим наш замечательный продукт – гиалурон. А там внутри есть пружины. И вот эти пружины, те самые аминокислотные нити – это как раз и есть тот самый коллаген, который должен встроиться. И кожа, она упругая тогда, когда коллаген присутствует, сам вырабатывается, а наш коллаген способствует выработке нашего внутреннего еще коллагена. И тогда кожа становится упругой, напитанной и совершенно по-другому выглядит. Но это не только на лице, нам хочется на лице, но это и везде, во всех соединительных тканях, во всех наших внутренних органов. И вот такой вот матрасик становится, знаете, как новенький, классненький, благодаря тому, что коллаген произведен ферментативным способом, что у нас в компании произведено, он гораздо быстрее воздействует. Еще такая, знаете, ремарка – нужно смотреть обязательно количество действующего вещества. Можно купить коллаген за недорогое количество денег, но там будет, обратите внимание, например, в одной капсуле 750 миллиграммов коллагена, а у нас в одной бутылочке 10 тысяч. И продают там за, ну, несколько сотен долларов или евро, или за несколько тысяч, да, то есть продают там 30, 40, 60 капсул, и в этих капсулах совсем немного действующего вещества. Для того, чтобы получить 10 тысяч единиц, что у нас в одной бутылочке, нужно выпить 30, а порой и 40 капсул. Ну, то есть вам выбирают. Конечно же, я знаю, что вы выберете самое лучшее. Анна? Да, Наталья, а я сейчас думаю, надо спросить мнение косметолога. Все-таки мы сначала про красоту говорим, а потом будем про побочные эффекты еще общаться. И сейчас я бы хотела пригласить микрофону Алису Ангел. Это у нас эксперт, косметолог. Я когда с ней знакомилась, совершенно потрясающе выглядит и абсолютно много знает. Я думаю, что сейчас ее мнение будет для нас очень важным. Алиса, как ваше мнение по поводу коллагена? Добрый день всем. Мое мнение очень-очень хорошее по поводу коллагена. И сразу расскажу свой отзыв о том, как я познакомилась с продуктом. После беременности, после родов я поправилась на 25 килограмм. Может быть, в связи с этим у меня стала хрустеть правая коленка. Она не болела, просто хрустела. Ну, видимо, за счет того, что еще возраст молодой, ну, как бы болевых ощущений не было. И вот после курса героновой кислоты я начала курс коллагена. И где-то во второй части у меня эта коленка хрустеть перестала, но стала очень сильно болеть. Просто очень сильно. Я буквально прихрамывала. Ну, длилась где-то неделю, потом почихонечку стала боль сходить. Сходите, у нас сошла на нет, коллаген и закончила пить. Ну, вот уже прошло два года. Периодически я курсами прохожу, пью там. Все наше я очень люблю, все пью. Вот коленка, вот как с тех пор перестала болеть и перестала хрустеть. И все, больше она меня никак не беспокоит. И поскольку я косметолог, я стала делиться со своими клиентами своим вот таким замечательным результатом. Клиенты ко мне прислушиваются. Тем более, вот допустим, инъекции коллагена по себестоимости выходят чуть-чуть больше, чем наш коллаген сейчас со скидкой. Но это всего лишь только одна зона. То есть лицо, шея, декольте. Ну, и то, как правило, дорогостоящее, поэтому женщины в основном только на лицо вкладывают инъекции коллагена. А здесь, получается, мы можем целый месяц употреблять такой классный продукт и питать весь наш организм. Поэтому в своей работе я клиентам рекомендую вот такой тандем. То есть и внешнее воздействие, что-то где-то поправить, и обязательно внутреннее. Ну, как говорила Раневская, есть фасад, есть канализация. Вот, поэтому мне очень нравится именно такой комплексный подход в омоложении. И, соответственно, получаю хороший классный результат. Ну, и еще вот, что мне нравится больше всего, то, что благодаря компании, благодаря вот таким вот условиям классным, что я просто делюсь, людям рассказываю, они покупают, употребляют. И, соответственно, я уже могу этот продукт покупать, ну, как покупать, получать бесплатно. И еще вот такой мне приятный бонус и сюрприз от компании, за что я очень-очень благодарна и клиентам своим, и компании Coral Club. Вот. Алиса, спасибо огромное. Пожалуйста. Знаете, очень ценно, когда косметологи видят вот этот эффект. Знаете, вот очень ценно, что эффект не только на лице, но и на всем организме. Это тоже очень важная вещь. Вот здесь вот, я думаю, что вот у Алисы как раз вот это вот мнение, да, когда понятно, да, что ты не просто тут что-то вколола, а вообще весь организм получает эффект. И лицо получается красивое. И еще и во всем организме эффект виден. Это очень здорово. А еще я сейчас хочу, знаете, к эфиру пригласить Людмилу Бриллиант. Людмила сейчас свой результат. Во-первых, я вижу, какая она красивая. И коллаген – это у нее уже тоже не первый день приема. Вот почему, Люда, так все это хорошо происходит. Ну, плюс ты еще нутрициолог, и я знаю, что у тебя есть еще такая нутрициологическая позиция. Расскажи, пожалуйста. Так, сейчас, Людмила. Так, да. Ой, господи, что такое? Все, все слышно о тебе говори. Приветствую всех, Людмила Бриллиант. И вот я тут сейчас нахожусь в таком общественном месте и наслаждаюсь людьми, которые делятся про коллаген так здорово, что все осознанно это делают, да, то есть понимают ценность, потому что, вот, как говорили, костный бульон, я как и консультант по питанию, да, и с точки зрения нутрициологии понимаю, сколько нужно его и, во-первых, есть, и какая должна быть ферментативная система при этом. Так, что-то зависает у нас немножечко эфир. Сейчас Людмила вернется. Энергия зашкаливает, зашкаливает так, что находимся в разных городах, в разных кафе, и, конечно, стараемся выходить на свет в любую погоду, в любое время. И здорово, что все в дороге, и здорово, что мы можем, имеем такую совершенно замечательную возможность, уникальную возможность сегодняшнего времени, это перемещаться и в этот же момент вообще делиться всем, что у нас есть. И смотрите, что еще хотелось сказать, значит, смотрите, что еще хотелось сказать, что вообще вот есть у нас такое понятие, что вот вроде как коллаген там или что-то еще, да, надо пить курсами, но на самом деле не всегда это так. На самом деле это прям реально образ жизни, если ты понимаешь, что в какой-то момент у тебя его выработка заканчивается, что такое выработка? Это значит, что ты каждый день внутри себя вырабатывал, а тут вдруг эта выработка закончилась. И дальше, посмотрите, мы можем курсами пить, курсами не пить. Ну, то есть курсами что-то будет приходить в организм, а курсами не будет. И вот есть такое хорошее понятие образ жизни, да, то есть когда в образе жизни это встроено. И вот я вижу сейчас тоже по дороге в аэропорт подключается к нам Алена Олесик. Вот это тот человек, который точно знает, который точно знает, как работает азиатская школа красоты. И вот, Ален, расскажи нам про азиатскую школу красоты и ухода за собой. Алена? Всем доброе время суток. Да, я тут пока подключалась. Я, конечно, бегом у меня, я тут уже делилась, минимальное количество сна и большой ресурс. Мы вчера встали, наверное, еще четырех утра не было. В самолете я работала, обрабатывала материал, приехала, ходила 20 тысяч шагов, легла поздно, встала опять в шесть утра. И я в каком-то таком бодром настроении и подъеме духа. И пока тут я к эфиру подключалась, я на себя смотрю и понимаю, что у меня очень сильно и активно растут волосы. И это один из результатов именно коллагена. А если взять про образ жизни, то коллаген для меня уже это такой продукт, с которым я знакома, наверное, с 2014 года или 2013 даже. Ну, то есть я, он уже давно в моей жизни, и познакомилась я с ним от их, наверное, это все-таки та страна, тот регион, который первый вот это вот всю эту историю вел. Это азиатский, это японский. И вот если взять японцев, да, то японцы коллаген пьют регулярно. И они вот даже не то, что пьют, это у них обычный продукт. То есть когда ты приезжаешь в Японию, ты только там переступаешь аэропортом, тот же Токио Норито, да, заходишь, у них стоят такие маленькие автоматы, маленькие магазинчики. Вот в этих магазинчиках, помимо всяких шоколадок, жвачки, всякой такой вот снековой ерунды, там стоит всегда коллаген. То есть он всегда там витамин С, коллаген, то есть вот такие вот баночки там стоят всегда. И когда я туда попадаю, в ту страну, то у меня вот частенько бывает завтрак, там кофе какая-нибудь, булочка и коллаген. И это не только у меня. Я смотрю, как это делают японки и даже мужчины японцы. То есть они заходят в магазин, просто там берут, выпивают, и у них нету такого понятия, как курс. Но если прям сильно кому-то хочется привязаться к курсу, да, то у японцев есть вот эта вот история с курсами. То есть там история такая, ты три месяца пьёшь курс, три месяца отдыхаешь, потом три месяца пьёшь курс. Ну то есть это вот есть ещё тем, кому очень хочется схемы. Ну вот японцы иногда делают так. Но судя по тому, что он у них вообще везде, а в Японии, как и в других азиатских странах, все препараты медицинские купить невозможно без рецепта врача. То есть даже банальный там парацетамол, как у нас от головной боли, это купить нельзя. То есть это знак того, что коллаген это чистый продукт питания, если он стоит в обычном магазине, не в аптеке, не по рецепту. Поэтому, наверное, будем брать пример с тех, кто знает, как за собой ухаживать, тех, кто знает толк в красоте, тех, кто знает в толк ритуалах красоты. Будем перенимать их опыт и будем такими же красивыми, как восточные женщины. Ален, спасибо тебе огромное за то, что поделилась. Каждый раз восхищением слушаю, как это там у японцев, и мне это очень нравится. Так вот, наш коллаген, эта форма, еще раз хочу сказать, это, во-первых, разработка тайваньской компании, TCI. Эта компания входит в топ лучших производителей биодобавок. Это инновационная компания, то есть те, которые производят самые на сегодняшний день крутые инновационные формулы. Это еще раз, это рыбный, это дикая рыба. Это оптимальная форма, значит, размера пептида 2000-3000 дольтон, это 10 000 миллиграмм, и это с дополнительными кофакторами. Здесь еще содержится витамин С, здесь содержится экстракт шпината, то есть это то, что помогает коллагену встраиваться. И это, конечно же, жидкая форма. И если говорить про вкус, то это потрясающий фруктовый вкус, который, ну, просто, вот даже просто приятно пить, ну, вот просто, в принципе, приятно пить. И вот еще раз Людмила к нам вернулась. Давай все-таки, давайте дослушаем ее опыт. Людочка, пожалуйста, подключай микрофон. Да, еще раз приветствую. Да, хотела поделиться результатом о том, что коллаген вообще очень хорошо такую защитную функцию у нас выполняет, потому что воздействует на мембрану клеток очень классно. И у меня очень замечательный результат был у дочери по сосудам после того, как была болезнь определенная, да, которая, как известная наша сейчас модная была. И там очень сильно повреждаются сосуды, сосуды кровеносные, лимфатическая система. И у нее было выражено очень сильно, это глазки прям воспаленные, полопались сосудики. И на себе я почувствовала, таким образом отразилась, как вот кровь из носа, как будто вот какие-то маленькие кровинушки выходили. И что я сделала? Я начала использовать коллаген, давала дочери, ну, вкусный такой, да, 10. Теперь, когда я пью, она у меня бросит так, это ты выпила без меня, как это так? Вот, конкурс теперь на коллаген. И в результате у нее буквально за 2 дня ушли вот эти вот покраснения, восстановились сосуды. И я заметила, у меня тоже кровеносные сосуды в носу точно очень быстро восстановились. При этом, как побочный эффект, получаем хороший внешний вид, подтянутость. Например, вот мама там в беременность, да, чтобы растяжек не было. Если мама на грудном скармливании, чтобы грудь хорошо выглядела и вообще в целом. То есть бонусов на самом деле много. И самое прекрасное, что эти бонусы есть и у мужчин. Как я выяснила в разговоре у меня одного из клиентов, он у меня спросил так очень аккуратно, говорит, а есть какие-то особенные такие побочные эффекты, так аккуратненько, говорит, ну, что-то, говорит, я пью, и у меня как-то вот я прям чувствую очень сильное либидо прям, прям вот вообще. Вот, оказывается, он очень хорошо воздействует на нашу половую систему и все нормализуется там, да. Если какое-то такое самочувствие было некомфортное, то там все нормализуется и в порядке. Вот, и комфортные критические дни у девушек, у парней определенные комфортные условия жизни. В общем, налаживается полностью функционирование всего организма. Люд, спасибо тебе большое. Кстати, здесь я хотела сказать одну маленькую деталь. Вот Надежда уже говорила про аминокислотный профиль, который у нас в нашем коллагене очень богатый. Так вот, одна из аминокислот, которая сюда входит, это аргинин. А аргинин отвечает за то, ну, одна из функций аргинизма отвечает за то, что просвет сосуда увеличивался. Ну, вот теперь понимаете, когда просвет сосуда увеличивается, сосуды становятся лучше работать, то есть у них наполняемость сосудов лучше. Поэтому вот мужчины особенно это хорошо чувствуют, и для них коллаген – это тоже очень такая, знаете, очень хорошая опция. Кстати, этот же аргинин отвечает не только за половую сферу, да, но и за то, как сердце работает. То есть это сосуды, это же про все, это про нормальное давление, это про хорошую работу сердца, это про сокращение сердечной мышцы. Поэтому здесь тоже вот эта аминокислота, которая одна из входящих в аминокислотный профиль, она работает в этом направлении, это тоже нужно запоминать. И еще вот вижу, у нас в эфире сейчас есть Анна Гордеевич, у нее тоже есть хорошие результаты. Я думаю, сейчас будет понятно, почему коллаген еще хорош, ну, в каких ситуациях он еще хороший, в каких ситуациях он еще используется. Анна, подключайся. Всем доброго дня, очень рада поделиться возможностью поделиться вот своими впечатлениями от коллагена. На самом деле я настолько вдохновлена сегодня с самого утра, вместо зарядки стала всем рассылать сообщение «Ура, ура, коллаген по акции!» Потому что, ну, действительно, для меня коллаген очень сильно изменил мою внешность. И мне все говорят, ты так помолодела, что ты делаешь, и вот у тебя так хорошо сохранилась шея, нет никаких венерийных колец. И вот все такие вещи, конечно, это все очень приятно слышать. И у меня так получается, что среди моих клиентов много женщин серебряного возраста, и они в основном берут коллаген для здоровья, это уже суставы лучше себя чувствуют, это сосуды. И вот недавно я познакомилась с девушкой очень активной, она меня моложе, она менеджер, и мне очень такая работа серьезная, большая нагрузка. А она перенесла недавно вот это вирусное заболевание, и что ее тревожило? Волосы стали выпадать очень сильно, ногти крошиться. Она чувствует, что на днем засыпает просто на работе. И приняла решение пропить коллаген. И знаете, как меня вдохновило, что буквально через 10 дней, даже не через месяц, всего через 10 дней мы с ней встретились, и она мне восторженно рассказывает, что волос стал намного плотнее и толще, даже чем был до болезни. Волосы стали намного меньше выпадать. Пластина ногтевая стала плотная, перестала крошиться. Она перестала засыпать у компьютера, а стала очень хорошо высыпаться ночью. Глубокий сон, и легче вставать утром. И что еще интересно, оказывается, у этой молодой женщины были проблемы с суставами. Я о них не знала. У нее болели вот эти мелкие суставы на руках, ей было трудно проходить много километров, потому что на ногах тоже болели суставы. И вот эти боли стали уходить. И она в таком восторге. Я говорю, как я рада, как я рада. Действительно, такой замечательный продукт. И вот как можно вообще об этом молчать? Друзья, вот у меня сегодня целый день думаю, ну это же такое количество женщин может себе помочь, такое количество мужчин может себе помочь. Это же и лучшее вообще настроение, и жизнь, и здоровье, и энергия, и семейные отношения. Это такой продукт, о котором нужно вообще говорить всем. И очень здорово, что у нас, компании, мы можем, делясь этой информацией искренне, вот результатами, радостью от применения этого продукта, мы получаем от компании кэшбэк, благодарность компании, так называемый бонус рекомендации. Вы знаете, что наша компания не использует рекламы ни на телевидении, ни в СМИ, потому что, ну, уже никто не верит. Не знаю, какой я точно не верю, тому, что пишут, говорят, потому что я не знаю этих людей. И если вы сами попробовали, если вы получили свой результат, пожалуйста, ну просто расскажите своим подругам, знакомым, родственникам, и компания вас отблагодарит. 5% это возвратный бонус на ваш счет, который вы можете потом использовать для приобретения тех продуктов, которые вам нравятся. И я, конечно же, в этом месяце обязательно куплю себе коллаген, и может быть даже не один. Ай, спасибо тебе огромное. Это действительно очень здорово. И смотрите, вот мы уже видим, да, что какое разноплановое действие коллагена, да, помимо красоты, что это и хорошие сосуды, хорошие волосы, хорошие, уже хорошая ногтевая пластина. Еще раз хочу сказать про зубы. Я недавно, когда очень серьезно лечила зубы, специально врача своего лечащего спросила. Она у меня такая, знаете, и преподаватель, и с очень таким серьезным стажем. Я говорю, правда коллаген входит в зубную эмаль? Она говорит, да, конечно, коллаген входит в зубную эмаль обязательно. И поэтому вот эта вот толщина зубной эмали, ее крошится, она не крошится, это прям тоже коллаген. Поэтому видите, какой спектр действия, то есть всего лишь там вот одна бутылочка, и как Алена говорит, да, такое вкусное начало дня, но для меня конец дня, то есть тоже, да, по вот азиатской схеме, если это в конце, пьется в конце дня, то идет расслабление очень хорошее и более глубокий сон. И вот сейчас девчата говорили, да, что лучше высыпаются. Это тоже вот аминокислоты, влияющие на нервную систему, на хороший сон. То есть очень огромный спектр действий. И всегда встает вопрос, с какого момента пить, когда пить. Понятно, что возрастные, это как бы уже не обсуждается, да, чем старше возраст, тем больше коллагена требуется. Но иногда еще встает вопрос, ну вот в молодом возрасте, надо, не надо, девчата же вообще хорошо выглядят, и тоже, да, вопрос, а надо ли в молодом возрасте это пить. Оказывается, что тоже надо. И оказывается, что девчата, которые рано начинают пить коллаген, то есть вот мне, например, 50 лет, я начала сколько, год назад у нас коллаген появился, год назад пить. Я этот результат очень сильно вижу, но у меня уже и возраст такой, который уже предполагал, да, всю эту историю. А вот молодежь интересно спросить. Я вот хочу сейчас тоже передать микрофон. Передать микрофон. Вижу, что в эфире находится Лана Богдан. И ее мнение мне очень интересно, потому что девочка у нас молодая. Как у тебя? Подключайся, очень рада тебя видеть. Спасибо большое. Тоже рада всех видеть, слушать эти результаты. И я для себя подчеркиваю, сколько еще много результатов, оказывается, у меня случилось за прием коллагена. Вообще не думала про коллаген до 28 лет. И о нем я услышала от кинезиолога, у которого я наблюдалась. Она мне сказала о том, что мне срочно необходим коллаген, потому что он в дефиците. Вот тогда, к сожалению, у нас в компании его не было. Пришлось пить порошковый. Результата, конечно же, не было. Я и не знала, что можно ожидать. И у меня был вопрос, почему я такая молодая, и зачем мне требуется коллаген. И да, действительно, вопрос был в том, что у меня органы опустились. Хотя я не рожала. Я не знаю, ну вот это основное, да, почему у женщин, например, я знаю, бывает. Ну вот как-то так случилось в связи с болезнью или еще с чем-то. Это случилось. И я действительно наблюдала, потому что были такие ситуации, я понимала, что скакалка – это не мое. Прыжки, даже для запуска лимфы – это не мое. Батуты, прыжки на батутах – не мое. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем это говорит, потому что там какой-то вот, можно так сказать, это же уже в прошлом, и, возможно, это кому-то актуально, да, такое недержание случалось. Думаю, странно очень. Ну, наверное, это не мое просто. И все. Вакуум у меня делать не получалось. Тоже думала, что я какая-то не такая, все живот втягивают, а мне больно настолько, что аж кашель подступал, но я все-таки там пробовала его делать. Кстати, это про то, что органы опускаются. Так вот, это помимо того, да, куда требовался мне коллаген. И дальше скажу, что в тот момент, когда мне его назначал кинезиолог, у меня были очень такие шрамы серьезные на лице, потому что из-за болезни у меня было изуродовано лицо такими, знаете, глубокими-глубокими прыщами. Вот как у подростков такое бывает, что испорчена кожа, они прям как дырочки такие в лице. Я тоже с этим уже как-то смирилась жить. Думаю, ну, есть и есть, а что делать, пошлифую у косметолога. Хотя за свою жизнь, мне 32-й год, я ни разу не была у косметолога. То есть инъекции, шлифовки, ботокс, это вообще не то. Ну, просто я бы и хотела раньше, но, к сожалению или к счастью, у меня не находилось на это денег. Но я прям хотела быть более красивой, чем всегда. Слава Богу, что спасибо иногда, думаешь, что денег-то не хватало, а то бы попортило все себе. Ведь сейчас меня вообще знают как человека, нутрициолога, детокс-эксперта, биохимика, то есть эксперта по красоте, который топит за то, что красота и молодость, возможно, без инъекций. И я тому пример. И мне так гордо за себя, что я не испортила себе ни разу лицо. И действительно могу быть вот этим примером, вот Светом, Светлана, Светом, на который идут люди, потому что тоже хотят так же. Но об этом немного дальше. И знаете, просто однажды попробовала коллаген. Это было, кстати, Аня, хотела сказать, что коллаген появился полтора где-то года назад, около двух лет. Я сегодня про это в Инстаграме рассказывала, потому что я без остановки практически пью коллаген. И просто нашла возможность создать себе дополнительно финансовый вклад в себя. То есть это норма жизни. Знаете, как почистить зубы, пытать коллагена. Это произошло в связи с тем, что я просто согласилась с физиологическим устройством тела. Я понимаю, что время идет, мне уже давно не 25. Я коллаген пью, выгляжу круче, чем 24. Тоже актуально. В Инстаграме сегодня выложила фото, которое показываю, что все хорошо у этого человека. Действительно, в 26-27 лет не нужен никакой коллаген человеку. Ну, по-моему, сильно даже очень нужно. И дальше про возможность. Какую возможность я создала? Потому что, когда видишь результат и эффективность, конечно же, хочется просто организовать себе какую-то историю, как получать это регулярно. Я про коллаген как минимум еще белурон люблю. У меня как раз телефон опирается на баночку еще, которая белурона с той акции у нас осталась у меня дома. И знаете, вот интересно то, что вот прям пример из жизни. Мама за мной наблюдает в Инстаграме. Она прям всегда радуется и все такое. Но мы с ней не виделись как раз с того момента, как я вот не пила коллаген и пропила его полтора года. И они с сестрой вот так вот меня просто практически оглядывали чуть ли не с лупой. Они были в шоке. Потому что одно дело наблюдать и видеть это вживую, вы бы просто видели их лицо. И прям ходят слухи о том, что действительно у меня оно заколотое. То есть там и скулы, и губы, и все такое. Но этого, я вам скажу точно, нет. И это прям, знаете, я такая в этот момент с гордостью думаю, какая я молодец, что пью без перерыва вот эти почти два года коллаген. Потому что это стоит вот этих восхищенных глаз. Вот этого желания просто так же. Да, вот как все подходят, говорят, я хочу так же, как ты. Что делать там денег у меня, например, на это нет. И я рассказываю про то, что было бы желание, возможность, но в нашей компании точно найдется. Потому что я тоже за свои регулярные курсы коллагена не плачу. Потому что я своим примером, либо даже когда у меня примера такого вот прям собранного, как сейчас вы видите, не было, я просто рассказывала, рекомендовала. То есть я разобралась в том, что действительно, по сравнению с тем, что я даже пробовала, какой этот, что он гидролизованный, он жидкий, он вкусный. Он вкусный такой, что иногда просто невозможно остановиться. Вот есть такой коллаген, и просто посмотри в своем окружении, да, вот, но если ты хочешь, кто у тебя тоже любит быть красивым, кто заботится о том, чтобы быть красивым и дальше. По-любому у тебя такие люди есть. Да даже здесь не про красоту, про суставы. Очень много кто или целая семья, да, каждому по курсу коллагена, и пять, всего пять. И ваш коллаген бесплатно. И у меня так было, и берут не то, что по пять человек, да, то есть это прям у меня таких людей, рекомендующих просто, щедро и рассказывающих про этот продукт, очень много. И у меня вообще в окружении принято пользоваться коллагеном за счет компании, потому что за счет вот этого кэшбэка. И девчата получают вообще потрясающие эффекты. И просто если в подводку того, что получилось у меня, вакуум я делаю вообще обалденно, скакалки я сказала, да, прыжкам по утрам тоже. У меня просто безупречная кожа и кожа на всем теле. То есть она очень приятная на ощупь, она очень красивая. Она, если говорить про тело, без целлюлита. Хотя если бы вы знали, какая я обратилась, со здоровьем сюда пришла, да, это ужас, просто, просто ужас. И сейчас это качественная кожа по всему телу. Не говоря о том, что я очень часто демонстрирую, что все ямочки, дырочки, они прошли. Я ни разу ничего не репарировала физическими какими-то методами, да, косметологами. И с гордостью это говорю. Паралибидо – это абсолютная правда, потому что когда пьешь коллаген, знаете, вот это особое состояние, в котором ты пребываешь, я думаю, это очень сильно из-за того, что он расслабляет. Сон действительно крепкий, я на ночь его пью. И очень легко засыпать. Какие волосы? Вот они у меня милированные, но они очень красивые, они очень быстро растут. Знаете, у меня даже шрамы не то, что на лице ушли. У меня был ожог. Мы с мамой делали петушки из сахара в детстве. У меня был вот такой страшный ожог, и был шрам всю жизнь. Я не для этого пила коллаген, но случилось так, что ожога просто не стало, просто затянулось, его нет. Чего уж говорить о дырочках на лице. И есть такая история по секрету, с которой со мной делятся те, кому я порекомендовала коллаген, что действительно женские органы становятся очень молодыми, и мужчины отмечают то, что там очень узенько. Я должна про это сказать, потому что какой тут секрет, этим нужно делиться. Не зря девочки, которые много даже раз рожали, у них органы первородок. То есть за счет подтяжки вот этой всей истории, когда мне часто попадается какая-то реклама про омоложение операционным способом, я думаю, вы с ума сошли. Вы же можете просто выпить коллаген столько, сколько необходимо организму. Я вот с радостью делюсь тем, как оно у меня, и уверена, что очень-очень многих это впечатлило, зарядило на покупку. И подумайте, впереди целый месяц, как вам, даже если вы планировали пить коллаген за свои деньги, тогда организовать еще три курса коллагена и пейте подряд. Порекомендуйте своим девочкам, которые подружкам, возможно, вообще своему окружению расскажите про этот коллаген. И, пожалуйста, будьте здоровы, красивы и запаситесь им за счет компании и возможности кэшбэка. Спасибо тебе огромное, очень классно поделилась, эмоционально ярко и вообще про все рассказала, это очень здорово. Я думаю, сейчас уже ни у кого нет сомнений, что коллаген пить надо, и самое главное, что ни у кого нет сомнений, что нужно делиться результатом, и чтобы это были и мамы, сделайте. Кстати, между прочим, на следующий месяц Новый год все помнят, все в курсе, и уже сейчас здорово заготавливать подарки. Поэтому, пожалуйста, под елочку, подарки уже заботьтесь. Целый месяц сейчас впереди, чтобы придумать, как это сделать, чтобы порадовать своих родителей. У меня мама, когда коллаген начала пить, я помню ее первый эффект, первое изумление, когда она пришла и говорит, вот здесь ручки, вот в этом месте, да, еще не до этого, потому что многих женщин даже не лицо, а вот тут вот как рука выглядит, беспокоит. Вот тут ручка подтянулась, и какая сейчас кожа, то есть уже больше года мы его пьем, какая кожа сейчас. И мама в своей 73 выглядит прям вообще потрясающе. Щечки вот такие, знаете, такие вот, и ну просто вот вообще великолепно. В общем, делайте подарки своим родителям, делайте подарки себе. Обязательно вспомните про своего мужа, а мужья вспомните про своих жен. Обязательно вообще просто дарите друг другу вот эту вот красоту, потому что наше время сейчас, это время такой, знаете, всеобщей красоты. И если эти молодильные яблоки существуют, и за ними не надо посылать никаких ванок царевичей, вот просто делайте себе такой радость и такое счастье. Наталья, передаю тебе слово для завершения. Друзья, потрясающие сегодня отзывы. И я прямо с Гэлла и сама себя хвалила, что я тоже приехала в день, и практически без перерыва, ну только за исключением, когда где-то в самолете, потому что бутылочки такие существенные, и полный курс, его с тобой не возьмешь. Ну, кто-то, конечно, берет, да. И знаете, друзья, я прям рекомендую вам все-таки после сегодняшнего эфира подумать, и для чего вам нужны деньги. Нужны ли вам они, или вообще для чего. Ну, помню, вначале я рассказала историю про миллиардера, миллионера, про наркобарона, который деньгами согревал свою дочку. А кто-то складирует куда-то, кто-то ремонты делает. Ну, знаете, моя бабушка, мне рассказывала мама, она всегда говорила, домой тебе не каждый зайдет, а на тебя посмотрят люди многие. Поэтому, когда вы вкладываете в себя свое развитие, свое здоровье, свою красоту, свою молодость, вы делаете самый ценный вклад. А когда вы еще помогаете этого достичь другим, то тогда вдвойне круче. И когда мы начинаем понимать, что деньги – это всего лишь средства, автомобиль нуждается в топливе. Точно так же деньги – это топливо для автомобиля. Но зачем в гараже нужно стоять несколько канистр бензина, если вдруг автомобиль отправился на свалку? Порой многие люди думают так, что, ну, сделаю револю, сделаю еще что-то, ну, а потом когда-нибудь, может быть, займусь своим здоровьем. Но, к сожалению, становится очень поздно. Я очень сильно призываю вас заниматься собой, своим здоровьем, своей красотой и молодостью сейчас, сегодня. Подумать на досуге, для чего вам нужны деньги. Вложить их в самое ценное и в самое нужное. А еще рассказать об этом обязательно друзьям. И, как сказали уже сегодня, всего лишь пять человек, и ваш коллаген для вас будет бесплатно. А если еще несколько человек, то тогда вы сможете сделать и не просто покупать себе курс, но еще подарить маме или бабушке, а, может быть, своим лучшим друзьям. И желаю вам расставлять приоритеты и выбирать самое главное. На этом сегодня у нас все. С вами были мои здоровые новости. Подписывайтесь на наш канал и обязательно приходите в следующий раз. У нас таинственный гость, о котором мы обязательно расскажем. И вы будете совершенно потрясены, насколько это очень будет классный эфир. Приходите, приглашайте своих друзей. До следующих встреч в следующий вторник в 13 часов по Москве. На сегодня все. Всем пока-пока. Всем пока-пока, да. Субтитры сделал DimaTorzok